Я в сети. Добрый день. Мы с вами продолжаем работать в дистанционном режиме. С вами Татьяна Викторовна. На сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим, что такое лампа накаливания, электрические нагревательные приборы, короткое замыкание и предохранители. Открыли свои тетради и записали тему сегодняшнего урока. Лампа накаливания, электрические нагревательные приборы, короткое замыкание, предохранители. Лампа накаливания это электрический источник света, в котором нить накала нагревается до высокой температуры за счет протекания через нее электрического тока, в результате чего излучается видимый свет. Изобрел первую электрическую лампу русский инженер-изобретатель Ладыгин Александр Николаевич. На улицах Петербурга первые две лампы Ладыгина загорелись в августе 1873 года. В 1876 году Павел Николаевич Яблочков создал дуговую лампу. Электрическую лампу, удобную для промышленного изготовления, создал американский изобретатель Томас Эдисон. Вместо угольной нити он вставил крученую спираль из вольфрама и сделал цоколь с резьбой. Давайте рассмотрим с вами устройство лампы. На рисунке мы видим с вами лампу накаливания и она обозначила его цифркой. Мы видим по цифре 1 спираль, по цифре 2 это стеклянный баллон, по цифре 3 это цоколь, по цифре 4 основание цоколя и цифра 5 это пружинящий контакт патрона, куда мы вкручиваем лампу. Основная часть современной лампы накаливания спираль из тонкой вольфрамовой проволоки. Вольфрам тугоплавкий металл, его температура плавления 3387 градусов по Цельсию. В лампе накаливания вольфрамовая спираль нагревается до 3000 градусов по Цельсию и при такой температуре она достигает белого коления и светится ярким светом. Чтобы предотвратить быстрое испарение вольфрама, лампы наполняют азотом или инертным газом, может это криптон или аргон быть. Молекулы газа препятствуют выходу частиц вольфрама из нити, то есть препятствуют разрушению накаленной нити. Промышленность выпускает лампы накаливания напряжения 220 вольт, которые мы используем в осветительной свете, 50 вольт в железнодорожных вагонах используют, 12 вольт в автомобилях, 3,5 и 2,5 мы используем в карманных фонариках. В лампочке накаливания только 5% потребленной энергии превращается в свет, а остальная энергия преобразуется в тепло. Эти лампочки имеют малый срок службы и низкую световую отдачу. Более экономичными являются энергосберегающие лампы, которые более 70% энергии преобразуют свет и еще светодиодные лампы. Рассмотрим с вами энергосберегающую лампу. Видим на рисунке ее. По цифре 1 это у нас электронный блок. По цифре 2 стеклянная колба, покрытая люминифором. 3 это цоколь. Энергосберегающие лампочки состоят из колбы, наполнены парами ртути и аргона и пускорегулирующего устройства. На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество люминифор, которое при воздействии ультрафиолетового излучения испускает видимый свет. Светодиодные лампы начали использовать 1962 года. В светодиодных лампах электрический ток пропускает не по нити накала, а через миниатюрное электронное устройство, нанесенное на полупроводниковый кристалл. При прохождении электрического тока светодиод пускает свет. Вот мы видим с вами на рисунке светодиодную лампу. И светодиоды используют как индикаторы включения на панелях приборов, табло, подсветки мобильных телефонов, мониторов, ну и так далее. Также видим у лампы рассеиватель, светодиод, дальше радиатор, драйвер и цоколь. В сравнении энергосберегающих и светодиодных ламп с обычными лампами накаливания, здесь очень хорошо видно, что срок службы у лампы накаливания меньше всего, чем у светодиодных ламп или у энергосберегающих ламп. Электронагревательные приборы. Основная часть всякого нагревательного электрического прибора это нагревательный элемент. Проводник с большим удельным сопротивлением, который способен выдержать, не разрушаясь, нагревание до высокой температуры. Мы видим с вами здесь электронагревательные приборы, которые мы используем в быту. С вами это и электропечь, и электрочайник, электроутюг, кофеварка и так далее. То есть все эти приборы мы с вами используем. Давайте рассмотрим один из самых распространенных элементов электронагревательного прибора. Это вот утюг. Для изготовления нагревательного элемента применяют сплав никеля, железа, хрома и марганца, известный под названием нихром. Большое удельное сопротивление нихрома дает возможность изготовлять из него удобные, малые по размеру нагревательные элементы. В нагревательном элементе проводник в виде проволоки или ленты наматывается на пластинку и с жароустойчивого материала. Слюды, керамики. Нагревательным элементом в электрическом утюге служит нихромовая лента, от которой нагревается нижняя часть утюга. Электрические цепи всегда рассчитаны на определенную силу тока. Если по этой или иной причине тока в цепи становится больше допустимой, то провода могут значительно нагреться, а покрывающая их изоляция воспламенится. Причиной значительного увеличения силы тока в цепи может быть или одновременное включение мощных потребителей тока, например, электрических плиток или что-то еще такое другое. Или короткое замыкание может также быть причиной. Что же такое короткое замыкание? Коротким замыканием называют соединение концов участка цепи проводником, сопротивления которого очень мало по сравнению с сопротивлением участка цепи. Короткое замыкание может возникнуть, например, при ремонте проводки, потоком или при случайном соприкосновении с открытыми контактами. Сопротивление цепи, при котором замыкание незначительно, поэтому в цепи возникает вот такая большая сила тока провода, при этом сильно накалиться может этот провод и стать причиной пожара. Чтобы избежать этого, в сеть включают предохранители. Назначение предохранителя – это сразу отключить линию, если сила тока вдруг окажется больше допустимой нормы. Они защищают электроприборы от выхода из строя при перегрузках в электрической сети. На схеме условно мы с вами обозначаем предохранители вот таким образом. Предохранители устанавливают на входе электрических и радиоприборов и установок. Они обычно изготавливаются из медной проволоки, покрытой оловом. Если сила тока превысит допустимое значение, то проволока расплавится и цепь окажется разомкнутой. Предохранители с плавящимися проводником называют плавкими предохранителями. Они применяются в квартирной проводке. Предохранители располагают на специальном щитке, устанавливаем у самого входа проводов в квартиру. Каждый из проводов последовательно включает отдельный предохранитель. Предохранитель, действие которого основано не на плавлении, а на тепловом расширении тел при нагревании, изображен вот здесь на экране. При возникновении неисправности цепи, это устройство отключается автоматически. На этом у нас тема наша новая закончена. Давайте подумаем и ответим с вами на вопросы, которые представлены вот здесь у нас на экране. Из какого металла изготавливают дающие свет спирали современных ламп накаливания? Подумайте и выберите правильный ответ. Второе. С какой целью колбу лампы накаливания наполняет вместо воздуха инертным газом? Вам представлены 4 ответа. Выберите правильный. Как называется основная часть всех нагревательных приборов? Из каких проводников с большим или малым удельным сопротивлением ее изготавливают? Выберите правильный ответ. И последний вопрос. Чем опасно короткое замыкание? У вас также представлены 4 ответа. Подумайте и выберите правильный. Открыли свои тетради. Они у вас открыты. Записали домашнее задание. В домашнем задании у вас будет параграф 55 и 56. Вы выполняете тест «Проверь себя». Он дан после итогов главы. Мы с вами завершили электрические явления. На следующем уроке мы приступаем с вами к новой теме, к новому блоку. Выполнив тест «Проверь себя», вы отправляете его на мой электронный адрес. Еще раз повторяю. Скачково, нижнее подчеркивание, tv, собакамайл.ру На этом до свидания. Спасибо за внимание.